ну что же вашей производительности вполне достаточно для офисного сотрудника вы нам подходите берем спасибо что пришли что там есть еще желающие заходить а что у нас еще много мест на эту должность 775 с вами 775 продолжаем собеседование я уже погрузился в резюме и сейчас расскажу тебе про сборку в корпусе или деск 705 g1 давайте знакомиться в ряду наших элитных обзоров пополнения к элит уан и элит дисплеем добавляется элит деск заходи в подсказки в описании оставил ссылки на вот эти ролики все возвращаемся к нашему сегодняшнему герою перед нами привычный черный металлический корпус передняя часть также черная но уже из пластика с тонкими полосками на левой стороне есть специальная защелка для быстрого и удобного доступа комплектующим а на правой грани прорезиненные ножки привычная история для офисников и судя по всем обозначениям надписям разъемом это его родное положение кстати о функционале конечно же кнопка включения индикатор привод для дисков под пластиком спрятался штатный динамик два порта usb 2.0 и 2 usb 3.0 комбинированный аудиоразъем для наушников и микрофона и еще один уже чисто для вывода звука перемещаемся к задней части тут разъем для кабеля питания два аудиовыхода 4 usb 2.0 ethernet порт еще 2 usb только теперь 3.0 замок кенсингтона компорт вга два дисплей порта разъемы ps2 для клавиатуры и мыши и вот это интересная наклеечка windows которая говорит нам о уже вшитой в компьютер лицензии на операционную систему как я уже сказал комплектующим добраться очень просто и тут у нас четырехъядерный четырех поточный процессор amd a8 7600 тактовая частота 3,1 гигагерца и 3,8 гигагерц turbo режиме со встроенной видеокартой amd radeon r7 4 гигабайта оперативной памяти и винчестер hdd 500 гигабайт ну если твоя компания не занимается геймдевом то тебе нужны нетребовательные игры чисто расслабиться в перерыве да я понимаю что у многих в офисе до сих пор стоят квадратные мониторы соотношением сторон 54 поэтому и тесты будем проводить на двух мониторах ну начнем с действительно не требовательных проектов minecraft нет вообще никаких претензий все прекрасно работает на самых высоких настройках графики как на широкоформатном так и на классическом мониторе популярнейшая mangas тоже играется с комфортом ах хотя к моему удивлению случаются мелкие просадки но на мониторе 5 4 я их не замечал дальше глянем на лигу легенд и тут тоже удалось сохранить ультра настройки графики и разрешение full hd среднем получаем значение 40 60 кадров в секунду а теперь прям резкое падение на минималке зато на этих настройках в разрешении 1920 на 1080 можем спокойно запустить valorant счетчик fps показывал мне разные цифры и 30 попадалось и 80 но чаще всего я видел 50 и тут нужно сделать небольшое лирическое отступление я сейчас на полном серьезе если у тебя могут возникать припадки вызываемые световыми эффектами лучше перемотай видео секунд на двадцать вперед изначально эта игра выглядела вот так дело в том что я послушался себя же из видео по этой всплывашки и установил последние драйвера с официального сайта md но исключение лишь подтверждает правило наша сегодняшняя сборка на платформе fm2 и к ней нужен индивидуальный подход самому устанавливать ничего не нужно тут лучше довериться windows а я напомню здесь вшитая лицензия операционка сама подберет оптимальные драйвера и тогда вот такие артефакты или инвертированные цвета в доте ты не встретишь кстати дота тут тоже минималки и среднее значение 40 60 кадров в секунду нормально у counter strike go результаты немного лучше да они похожи но счетчик колеблется в меньшем диапазоне приблизительно 50 60 fps собственно как и world of tanks те же минималки и те же значения скажем так не очень комфортно но играбельно а вот при переходе на квадратный монитор получим прирост где-то в 30 кадров совсем забыл про предыдущие игры во всех этих проектах тоже улучшение плюс 10 15 fps но это логично тестируемый монитор соотношением 5 4 имеет и меньшее разрешение 1280 на 1024 а значит и графический процессор меньше нагружается а теперь попробуем выполнить невыполнимую миссию совместить офисник и gta 5 даже на минималках ему очень очень тяжело максимум 20 кадров в секунду понизив разрешение до hd удалось вытянуть 30 перейдем на другой монитор и теперь 25 ну да в этот раз мы наоборот немного повысили разрешение сменили 720 пикселей на 1024 по высоте ну что ж переходим к самому низу 800 на 600 точек ого аж 45 называйте меня сумасшедшим но я с этой шакальной картинкой онлайн запустил ну тут счетчик больше 30 кадров мне не показал короче можно играть но процесс не всегда принесет тебе удовольствие так что хватит его мучить если прям сильно хочется расслабиться запускай косынку ведь игры не основная цель этой сборки главное предназначение этого пока воспроизведение мультимедиа серфинг в интернете и работа с офисными программами и всем 75 такая сборка обойдется тебе в 2750 гривен имей ввиду что в будущем этот пока можно будет прокачать добавив более мощные комплектующие или сделать это прямо сейчас нашей помощи увеличение оперативной памяти до 8 гигабайт плюс 450 гривен или замена жесткого диска на ssd 120 гигабайт плюс 200 гривен но если ты наоборот хочешь двигаться в сторону удешевления есть вариант с двухъядерным процессором стоимостью 2150 гривен все ссылочки в описании ну что этот или деск тоже берем на работу но мне для моей элитной коллекции обзоров остался только элитбук а знаешь я вот даже пари заключу вот ролик с элитбуком сделаю не знаю в новой студии а чё тянуть вот элитбук вот новая студия пиши в комментариях как тебе ну что со следующей недели начинаем новый сезон не пропусти обзор на этого красавчик ну а сейчас спасибо за просмотр покупай только качественную технику а мы сделаем все чтобы ты был доволен своей покупкой лайк подписка колокольчик увидимся в новом сезоне а